Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Умные чувствуют, что они с Россией связаны одной цепью и скованы одной целью. А маргиналы надеются выгодно продать свои услуги по раскачиванию лодки. В конечном счете все сводится к знаменитой формуле Путина. Россия не проект, Россия судьба. Сейчас мы наблюдаем консолидацию тех, для кого Россия судьба, и интенсивный конфликт с теми, для кого Россия всего лишь бизнес-проект перед отъездом в благословенный Лондон. С одной стороны, санкции нанесли нам огромный ущерб. Я это открыто признаю. С другой, они, как ни странно, психологически позитивно повлияли на общественное мнение. Многие представители либерального сообщества, как вы выразились, мне говорили, «Слушайте, ну наконец-то до нас дошло, что, как бы мы ни стремились стать европейцами, что бы мы ни делали, нас все равно, извините, мучат. Мучат несправедливо. Потому что мы богатые, состоятельные люди, считаем, что пошли бы они куда подальше. И правильно вы в Кремле все делаете? Надо жить своим умом, ни от кого не зависеть». Вот такие выводы. Руководитель администрации президента максимально доступно описал слом в сознании определенной части экономической элиты страны. Причем этот слом спровоцировали вашингтонские радикалы-русофобы, за что их можно только поблагодарить. Грубо говоря, никто не сделал больше для национализации элит, чем ястребы из администрации Обамы. В этом контексте становится объяснимая истерика, которую мы сейчас наблюдаем по поводу импортозамещения, диафшеризации, развития внутренних инвестиций и переключения ФНБ с инвестиций в облигации США на инвестиции в российский инфраструктурный проект. Маргинал-паразиты чувствуют, что их время заканчивается, и Россия буквально на глазах превращается в очень неуютное для них место. Может показаться странным поведение наших некоторых патриотов, которые также с великим упорством льют воду на мельницу разрушения российской государственности. Братья, фабрики и заводы принадлежат инородцам. Им прислуживают продажные чиновники. Вся страна погрязла во взяточничестве, разврате, произволе. За русским народом не признают ни человеческие права, ни даже права говорить о наших нуждах. Думается, что под этим воззванием можно увидеть подписи Кучеренко-Калашникова, Проханова, Мухина, Кургиняна, Квачкова, Зюганова и некоторых других, на первый взгляд, патриотов. Слишком уж похожа их нынешняя риторика в оценке событий. Только вот опоздали они на сто лет, а данное воззвание было озвучено известным по школьным учебникам провокатором Гапоном. Но, как видим, Гапона давно нет, а однажды использованные технологии провокации применяются и по сию пору с не меньшим успехом. Показательной в этом случае является резолюция митинга на Воробьевых горах от 24 декабря 2011 года. Россия вновь на пороге перестроечной смуты. Но что приводит к подобной смуте? Отпадение народа от власти. А кто виноват в таком отпадении? В отпадении народа от власти всегда виновата власть. Вернуть народу честные выборы. Не дать оранжевым под предлогом борьбы с фальсификациями. Бросить общество в пучину смуты и диктатуры пиночетов. Вот наша цель. И мы сумеем ее добиться. Если же и после того, как выборы пройдут в условиях открытости и прозрачности, оранжевые станут выводить стотысячные толпы на улицы, мы должны вывести на улицы миллионы. Перестройка 2 не пройдет. Сергей Кургинян. Интересную резолюцию представил Кургинян. Поскольку вызывает она большой вопрос. Как согласуется воззвание? Не дать оранжевым под предлогом борьбы с фальсификациями бросить общество в пучину смуты. С пожеланием. Мы должны вывести на улицы миллионы. В начале мы уже раскрыли возможные механизмы создания смут в различных странах. И как раз одним из основных условий возникновения смут является вывод максимально больших толп на улицу. И уж точно вывод толп на улицу никогда не решает проблем, а лишь создает новые. И господин Кургинян обязан об этом знать. А раз так, то стоит лишний раз задуматься об истинных целях его действий. Также вызывает вопрос, как такому истинному родителю за народное счастье была на целый год аккурат перед выборами предоставлена площадка на телевидении в прайм-тайм. Учитывая, кому подконтрольны наши СМИ, случайностью или доброй волей на благо народа, это объяснить крайне затруднительно. На основе всего изложенного видно, что как либералы, так и некоторые патриоты, возможно, не всегда осознанно в своей основе придерживаются одного и того же плана. Только не все готовы его огласить в открытую. Зато мы и помним, что он уже был однажды оглашен в нашей истории. Троцкий вслед за своим учителем Поросом. Еще за год до революции 1905 года изложит подробный план восстания для захвата власти руками пролетариата. Оторвать рабочих от машин и станков. Вывести за фабричные ворота на улицу. Направить на соседний завод. Увлечь новые массы на улицу. От завода к заводу. От фабрики к фабрике. Нарастая и снося полицейские препятствия. Увлекая прохожих речами и призывами. Поглощая встречные группы. Заполняя улицы. В конце концов превратить таким образом город в революционный лагерь. Вот в общем и целом план действий. Мы рассмотрели один из возможных вариантов событий, которые для нас приготовили. Встает вопрос, что делать в такой ситуации конкретному человеку? Прежде всего, необходимо начать с себя и задаться вопросом, а устраивает ли меня этот сценарий развития событий? Если нет, то нужно из всех существующих выбрать наиболее приемлемый. А какие сценарии вообще существуют? На текущий момент существует три возможных варианта развития событий. Вариант первый. Власть принадлежит чиновничьему корпусу. А бизнес – это наиболее привилегированные ее холопы. Народу в этом случае достается только место быдла. Вариант второй. Власть принадлежит бизнесу, который служит своей жажде обогащения. А государственность ему подчинена. Народу при этом опять же достается место быдла. Верхушка бизнес-элиты – трасснациональные ростовщические иудейские кланы, узурпировавшие банковское дело в глобальных масштабах, и, соответственно, все должны служить им и их хозяевам. Третий вариант. Россия перестает быть страной дураков и негодяев. В обществе одна этика для всех, без каких-либо двойных нравственно-этических стандартов типа «Они мне все должны, а я им ничем не обязан и ничего не должен». Государственность и бизнес-власть служат народу. Общество развивается на основе определенного исповедания по совести, божьего промысла, который уточняется в диалоге человека с Богом. В этом случае нужно быть готовым, с одной стороны, к тому, что остальной мир не будет понимать происходящего в России и того, к чему она стремится, а с другой – конфликту с мировым закулисьем, его холопами и зомби, в котором они выступают против промысла со всеми вытекающими из этого факта последствиями для них. Если первые два варианта могут реализоваться сами собой при молчаливом попустительстве толпы, либо о ее деятельном разрушительном воздействии, то третий требует от каждого человека осознания своей роли и места в происходящих процессах и деятельного участия в созидании альтернативного будущего. Но в этом случае придется отказаться от сиюминутных эмоциональных проявлений и заняться самообразованием и нравственным развитием, чтобы стать частью той самой кадровой базы народа, которая и построит будущее России в 21 веке. Скажите, пожалуйста, вот в трудных ситуациях, в ситуациях, когда каждый ребенок класса имеет возможность сделать выбор и играть, так сказать, в эксперименте, в свою пользу может и в пользу класса может, как будут вести ребята вашего класса? Как они будут вести себя в этой ситуации? В этой ситуации. Я вам сейчас объясню. Представьте себе тир. Аллочка, ты была в тире когда-нибудь? Нет. Ну вот посмотришь, какой тир у нас. В тире две мишени. Левая мишень и правая мишень. Если ты будешь стрелять в левую мишень, то этот автомат выбросит металлический рубль, который ты возьмешь себе и стратишь его, как тебе захочется. Сейчас, если в правую мишень, то этот счетчик бросит рубль сюда. И эти деньги пойдут на общие классные дела. Сейчас я уйду и раздастся звонок. После звонка зажжется табло на левой мишени и на правой мишени. И ты увидишь, сколько ребят из вашего класса стреляло влево, и сколько ребят из вашего класса стреляло вправо. Предыдущие? Да, те, которые были перед ним. Но на самом деле этим табло распоряжаемся мы, а вовсе не те ребята, которые прошли перед ним. И мы делаем так, что на левой мишени, на той мишени, которая для себя, загорается 16 или 17 лампочек, а на правой две или три. Значит, каждый ученик вашего класса оказывается в конфликтной ситуации. И его ребята, его класс, его товарищи, якобы все стреляют в левую мишень. Это 16-17 ребят сделали выстилку. Якобы стреляют в свою пользу. А на правом табло будет гореть всего два огонька. Пользу класса? Пользу класса. И, конечно, эта ситуация будет для каждого выступать как конфликтная, потому что она все-таки неожиданна, наверное. И все-таки каждый, наверное, думает, что его класс более сплоченный. И вот мы посмотрим, как эти левые огоньки смогут, а не сбить, так сказать, устойчивость ребят вашего класса, вашего класса, или нет. Да, это интересно. Вам не страшно за ваших ребят? Страшновато. Вы не боитесь, что мы пошатнем, так сказать, их стойкость и коллективистическую направленность? Знаете, в таком возрасте, мне кажется, очень легко пошатнуть такую стойкость. А вам интересно узнать, как на самом деле обстоятельства? Очень интересно. Это мне поможет в работе. Я сейчас уйду, и после сигнала ты будешь работать. Хорошо? М-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весь строй нашей жизни воспитывает в человеке моральную стойкость, стойкость взглядов, идеалов, воспитывает коллективиста.